В 1968 году, впервые облетевший Луну, во время полёта наблюдал два неизвестных дискообразных объекта и перехватил радиопередачу на незнакомом языке. Два неопознанных светящихся объекта сопровождали Аполлон-12. В мощные телескопы нескольких обсерваторий было видно, что один объект идёт позади корабля, другой впереди, и оба мигали огнями. Астронавты их тоже заметили, о чём немедленно доложили в Центр управления полётами. А немного погодя добавили, ладно, будем считать их дружественными объектами. А вот киносъёмка, сделанная астронавтами лунного модуля Аполлона-17. Хорошо видно, как ниже командного модуля над поверхностью Луны пролетает яркое светящееся тело. Подобные фото и киносъёмки были сделаны каждой лунной экспедицией. Создаётся впечатление, что вся космическая программа землян находится под контролем неизвестных разумных сил. И об этом руководители государств наверняка знали. На протяжении космической эпопеи землян довольно часто наблюдались случаи присутствия различного рода объектов во время запусков с Байконура, например, с Плесецка, во запуске ракет с подводных лодок в морях, океанах. Особенно много наблюдений аппаратов дискообразной формы с чёткими краями. Этим вопросом занимался академик Рошенбах. Он тоже работал у Королёва, был его одним из заместителей. Королёву неоднократно докладывали о появлении неопознанных летающих объектов над стартовыми площадками наших космических ракет. Он сам был очевидец вот такого странного явления на небе над Байконуром. Это было в 62-м году. Диск такой, туманная спираль вокруг него и четыре таких типа струй внизу, но только они укороченные, как в имя у коровы. Такие случаи бывали, есть фотографии. Это было Королёв, несколько человек было, значит, там, вот, видели. Потом такие объекты видели другие люди. Мне приходилось быть на станциях радиолокационных, которые обозревают, там, и так далее. У них есть приказы соответствующие, значит, самим не интерпретировать, а просто говорить, что наблюдалось, откуда, куда летело, какие примеры, размеры, какие азимуты, какие скорости, и так далее. Есть центры, которые всё это дело у себя сохраняют, но, значит, за счёт того, что это всё под военным ведомством, не разглашаются эти все вещи. То же самое характерно и для Соединённых Штатов. И то, что полёты на Луну сопровождались неопознанными летающими объектами, судя по всему, для руководителей НАСА не было неожиданностью. Наверняка знали они и о том, что трасса Земля-Луна не такая уж пустынная, как принято считать. Ещё за 10 лет до первой лунной экспедиции американский астроном Джесс Уилсон через телескоп сделал загадочную фотографию. На ней хорошо видна протянувшаяся к Луне цепочка из 34 ярких объектов. Тогда эксперты перебрали множество гипотез, но вразумительного объяснения таинственной цепочки так и не нашли. Американцы в первый полёт взяли с собой капсулу, в первый полёт астронавтов на Луну, капсулу, в которой была заключена табличка, на которой электролитическим способом на 74 языках было нанесено обращение к гипотетическим внеземным цивилизациям, включены выдержки из Декларации прав человека, из Кодекса космической и воздушной навигации, даны радиопозывные американского президента и НАСА, то есть вот такое обращение там было оставлено. Получается, что работники НАСА не исключали возможность контакта с внеземными цивилизациями. А может, точно знали, что суются в чужой монастырь? О полётах неизвестных тел над поверхностью Луны открыто и неоднократно сообщали астрономы разных стран. Это наблюдение было сделано в мае 1955 года. С северного полюса Луны поднялась белая полоска и, круто завернув вправо, пошла вниз, огибая лунный диск. Секунд через 10 она уткнулась в Луну в районе Южного полюса, начала быстро бледнеть и вскоре исчезла полностью. Второе наблюдение датировано летом того же года. На этот раз светящийся объект летел в другую сторону. За несколько секунд, пролетев треть окружности, он по крутой траектории опустился на лунную поверхность. Тело было достаточно большое и как будто управляемое. А вот снимок огромного НЛО над Луной, сделанный на следующий день после завершения экспедиции Аполлона-14. Иногда на фоне яркой Луны в телескоп наблюдают полёты и огромных тёмных объектов, причём по весьма замысловатым траекториям. Вот любопытное наблюдение, сделанное в 1992 году. Представьте себе, что вы видите некий квадратный объект, который движется, в отличие от первого объекта, довольно медленно и совершает зигзагообразные движения. Он сначала летит немного вверх, потом летит немного вниз, потом делает вот такую вот петлю и скрывается в одном из кратеров. Я не могу сказать точно, что он провалился в этот кратер, что он приземлился в этот кратер. Конечно, с Земли, да ещё и атмосфера дрожит, таких деталей не видно. Просто он поравнялся с кратером Альфонс и исчез. Нечто подобное наблюдали и в марте 2000-го. В течение 12 минут на фоне лунного диска двигался тёмный предмет. При 120-кратном увеличении было видно, что объект имеет форму апельсиновой дольки и медленно вращается. Астроном успел сделать несколько снимков. А вот видеозапись, которую с помощью телескопа сделал японский астроном-любитель Яцуо Митсусима. Хорошо видна тень от какого-то объекта, быстро скользящая по поверхности Луны. Впечатляют огромные размеры тени, около 20 километров в диаметре. И скорость перемещения. За 2 секунды тень проходила около 400 километров. Немало загадочного отсняли и экспедиции Аполлонов. Это и неизвестный объект цилиндрической формы длиной около 15 километров над морем изобилия, и непонятная светящаяся сигара, зависшая рядом с лунным кратером, и полёты неопознанных объектов над Луной и в её окрестностях. В апреле 1970 года интересные снимки сделали астронавты драматичной экспедиции Аполлона-13. На двух последовательных кадрах хорошо видно движение объекта, пролетающего над Луной. На других — НЛО, приближавшиеся к кораблю. Полёты неопознанных светящихся объектов снимали и другие экспедиции Аполлонов. Ещё одна загадка Луны — куполообразные структуры. С 1930 по 1960 год более 200 наблюдений движущихся таких лунных куполов. Знаете, что-то напоминающее доты или дзоты, передвигающиеся. Кстати, некоторые земные проекты лунных поселений выглядят так же, те же куполообразные сооружения. Есть на фотографиях и другие странные объекты. Они тоже похожи на искусственные. Вот, к примеру, загадочный объект, сфотографированный на краю кратера. Он напоминает летательный аппарат. На снимке сделанным космическим аппаратом «Лунар-орбитер». За два дня до этого его ещё не было. 21 марта 1996 года учёные и инженеры НАСА впервые публично заявляют, есть серьёзные основания полагать, что на Луне имеются чужие искусственные сооружения и объекты. На вопрос, почему эту информацию не довели до общественности раньше, специалисты НАСА ответили. 20 лет назад трудно было предугадать, как отреагируют люди на сообщения о том, что на Луне кто-то был или есть в наше время. Кроме того, были и другие причины, не относящиеся к НАСА. Часть 5. Сокрытие. Наивно полагать, что после таких заявлений с секретностью было покончено. И в США, и у нас подобные фотографии, да ещё с официальными комментариями, в широкой печати не встретишь. Получить их в архивах тоже непросто. Особенно крупномасштабные снимки. Нет, вам не откажут. Просто попросят назвать номер снимка. Мы вам сделаем его копию. А поскольку номеров вы всё равно не знаете, то это значит одно. Вам вежливо отказали. В Штатах и того интереснее. Хотите, покупайте всё подряд и ищите сами. Напомним, фотографии миллионы. И стоят они недёшево. Но даже купив нужный снимок, вы не можете быть уверены, что он соответствует первоисточнику. Самые интересные детали могут быть заретушированы. С этим неоднократно сталкивались американские исследователи, которые были знакомы с оригиналами. В подобной фальсификации признавались и сами работники фотолабораторий НАСА. Мы имеем приказ убирать с фотографий до их публикации всё, что может вызвать нежелательные вопросы. В таком сокрытии ничего удивительного. Ведь обнаружение внеземного разума сулит новые стратегически важные преимущества в технике, экономике и политике. Тем более странно, что обе ведущие космические державы вдруг как-то разом утратили интерес к экспедициям на Луну. Уже более 30 лет земляне не тревожат её поверхность. За такое длительное время Луна остаётся крайне малоисследованным объектом. К ней очень мало летают. По крайней мере, официально к ней очень мало летают. Почему все планы построения какой-то лунной базы, хотя бы планы регулярных полётов туда, каких-то зондов, пусть для чисто утилитарных целей, почему они остаётся планами? Не так давно стало известно шокирующее признание конструктора американских ракет Вернера фон Брауна. Он сделал его вскоре после остановки лунной программы. На Луне есть внеземные силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Но я не имею права говорить о подробностях. А командир Аполлона-11 Нил Армстронг через 10 лет после полёта в одно из частных бесед якобы добавил. Не могу входить в детали, скажу только, что их корабли значительно превосходят наши и размерами, и технологии. Нам дали понять, что место занято. После этого лет 20 мы молчали о полётах на Луну. В 92-м году я был на конференции Муфона в Львокерке, это штат Нью-Мексико, в Америке, и познакомился с бывшим сенатором Клиффордом Стоуном, который располагал очень любопытные информации. Клиффорд Стоун пригласил меня к себе. Мы с ним беседовали очень долго, так сказать, всю ночь проговорили. Он показал мне некоторые уникальные кинокадры, прям фрагменты заседания американского Сената. Там ещё раз, лишний раз, прошла информация вот о возможной населённости Луны неизвестным разумом, о работе этого неизвестного разума там, и было принято решение, и мне кажется, что это повлияло на то, что американцы свернули свою лунную программу, было принято решение временно приостановить вот полёты американских кораблей «Аполлон» на Луну. Я не исключаю, что одной из причин свёртывания и американской, и советской лунных программ явились те аномальные явления, с которыми американцы встретились и на Луне, и в её окрестности. Что же получается? Нас фактически выгнали с Луной, и мы вынуждены наблюдать за ней лишь издалека? Может, правительство и вправду бояться могущественных инопланетян, которые недвусмысленно указали нам на дверь? Да, слишком большой риск, слишком много непонятного, слишком много неясного. Нам, людям, которые попадали на Луну в своих хрупких аппаратах, противостояла неизвестная, могучая, разумная сила. Сегодня в разных странах вновь строятся планы полётов на Луну, конструируется техника, разрабатываются проекты лунных поселений. И ни слова о загадочных объектах, которые чувствуют себя на Луне как дома, как будто их не было и нет. Что это? Надеемся договориться? Или уже договорились? А может, никто на самом деле на Луну не собирается? И это очередной блеф, чтобы выбить государственные деньги на научные исследования, а заодно опустошить бюджеты стран, готовых безоглядно броситься в новую лунную гонку. Так было с предыдущей лунной программой. Так было со стратегической оборонной инициативой США. Загадок, связанных с Луной, слишком много. Ответов пока нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова